Продолжение следует... Загружаем. Ему что машину завести, что многочисленную публику юных поклонниц. Стас Пьеха делает все с полоборота. Но не потому, что слабо старается, а потому, что легко дается. Видимо, сказываются гены. Еще несколько лет назад, при упоминании фамилии Пьеха, простой россиянин представил бы себе легендарную Эдиту, бабушку молодого певца. Но теперь все поменялось. Фабрика звезд, многочисленные гастроли сделали свое дело. Как и бабушка, внук стал звездой поп-культуры. Я скорее отношу себя все-таки к поп-культуре на сегодняшний день. Ибо мы занимаемся поп-музыкой. Что же поп-популярная музыка? Музыка, которая делается для массы. Мы работаем для массы. Не ведая печали, летел по небу белый самолет. У осени в начале встречали солнце ночь напролет. До сих пор не пойму, зачем мы тут все сегодня собрались. Конечно, приятная компания «Хорошие люди» всегда очень скрашивает одиночество. В компании умных, хороших людей пообщаться о жизни. Мы делаем коммерческую музыку, включая и нас. Поэтому, чтобы полностью открыться, нужно не зарабатывать деньги или еще что-нибудь, а просто, может быть, собираться в клубах с какими-то хорошими музыкантами и устраивать такие всякие вечеринки, хорошие музыки, интересные, которые нравятся нам. Я люблю джаз, фанк, фьюжн, блюз, нау-соул. То есть, музыка самая некоммерческая, самая нероссийская по ментальности. Мы работаем для масс, для простых людей, каким мы, в принципе, сами и являемся. И этот поп-поп может надо, абсолютно. То есть, она просто может быть окрашена в разных тонах. Может быть, с каким-то народным звучанием, может быть, чуть-чуть с каким-то префанкованным звучанием, может быть, с таким-сяким. Может быть, иметь какие-то отголоски шансона даже. Огни Гаснут в спящем городе И остыв на холоде В тишине ночной Говорят со мной О тебе О тебе Вот, там, абсолютно фанк, шансон. Вот, но все это все равно в рамках поп-музыки. Это неплохо, поп, значит, популярный, значит, нравится людям. Размывают путь домой И как вчера А то, что делаем мы И которые показывают по телевизору Это тоже хорошо Это не сказать, что это плохо Это просто Делается для того, чтобы Было весело, людям было интересно И в принципе, мне это нравится тоже Эх, понимаешь Рожа здесь и рожа там Это две разных рожи В жизни вроде ничего А там смотришь Я его смог сделать человеком занятым Видим сейчас на одну работу Работаем для высокопоставленных людей Потом, видимо, на вторую работу работаем Человеком, который востребован С которым уже все хотят посидеть, пообщаться Выпить, закусить Кстати, очень радует меня Что он не из этой серии То есть он В этом плане не Не подвержен вот таким соблазнам Это очень хорошо Особенно жизнь в шоу-бизнесе Она проверяет человека на эти слабости И многие не выдерживают это К сожалению Вот, а так как человек, он занятой Да и я тоже занятой Поэтому мы Видимся не так часто Но зато качественно Зато искренне Зато по-честному Бытует предвзятое мнение Да, что там Артисты, они все не поймут Какие вообще Вот И что Если я как бы Нашу известную фамилию То мне в этой жизни Все давалось просто И все я делал сам Не сам, вернее А все делали из-за меня Вот И народ как-то С этой позиции Предвзято ко мне старается относиться Вот Может быть тем самым Кто-то оправдывает Собственную, да Бездейственность Только ты В мой дом Весну принес Только ты Открыл мне счастье слез Засыпаю Я не могу сейчас Запьем Еду Не, ну просто у нас Татьяна любит Когда я вот Три ночи не посплю Потом в первой половине дня Сделать какую-нибудь съемку Очень сильно Чтобы потом люди Голи А почему ты такой страшный Только Марву, врубайся Путь к сердцу эстрады Лежит через Фабрику Только не ту, где вытачивают Шарикоподшипники А ту, где стругают Штампуют Вырезают Молодые дарования Вот и Стас Пьеха Попал на этот звездный конвейер И произошло это случайно Когда однажды Зазвонил телефон Мне звонят Говорят Не хотите ли прийти на Кастинг фабрики звезд Смотреть Я говорю Блин А что мне терять Давайте Волновался Я вообще Я не наьюжу Когда меня с кем-то сравнивают Я считаю Что каждый человек Индивидуален И когда меня сравнивают Я не могу показать себя Лучшим образом Если я просто вышел Вот я Я кайфую Когда я должен Сделать лучше Лучше чем кто-то Лучше чем Вася Там под номером 82 И там И Оля Под номером 84 А я номер 83 Ну короче Я выпил Коньяка Наверное Бутылку Вот Вышел С таким Довольным выражением Лица Толком не помню Что я там пел В темно-синим лесу В дальнейшем То есть И было необходимо Провести хорошо Всю эту передачу Все это время Для того Чтобы дальнейшая жизнь Как-то сложилась Можно друг от друга скрыться Поменять Зубу и лица Сделать вид Что я не тот И ты не та Очень спонтанно Все быстро В моей жизни Получилось Три месяца Просидев В здании Бывшего гастронома Там Вышел Как бы Популярен На всю Россию Спасибо огромное Тем Кто вообще У меня С ту пору Увидел Руководству Того замечательного Канала На котором Происходило Вот Виктору Дрогушу Как артист Я его встретил Уже лет 6 прошло Да Увидел его Первый раз И как говорят Влюбился С первого взгляда Я действительно Считаю Что это Талантливый Парень Который Уже всем доказал Что он может Цеплять Народ На свой Крючок То есть Вот тот Крючок Ради которого Человек Берет Идет На его Концерт Что у нас Есть У нас Есть Музыканты Хорошие У нас Есть Замечительные Друзья Артисты Из которых Наверное Мы сегодня Никак бы не справились И у нас Есть большое Желание Всех вас Собрать По какому Ни поводу И Немножко Познакомить С тем Чем Мы Занимаемся Что очень Меня вдохновляет Что я чувствую Что он как раз Из тех артистов Чья популярность Будет расти Еще Год И два И десять И пятнадцать И двадцать И вот Я думаю Что его ждет Такая судьба Как судьба Иосифа Кобзона И Лещенко Так как я не москвич В принципе У меня конечно Больше ассоциаций Каких-то таких Детских Ностальгических Вот С Питером И поскольку Детство Самое счастливое Беззаботное Пора То конечно Все самое веселое Такое Из детства Но В Москве Я уже прожил Немного Немного Тринадцать лет Скоро Вот Поэтому конечно Их с Москвой У меня тоже Уже очень много Связано Вы знаете Ну мы будем Проезжать Наверное Сити Мне очень нравится Сити Вот Мне очень нравится Вот это Современный Дубоскрепный Оазис Который Который сейчас Разрастается Набирает Обороты И масштаб Мне он Напоминает О детстве Когда я Впервые Приехал В Бостон Учился Потом В Нью-Йорк Увидел Небоскребы Понял Что вообще Сколь я Уничтожен На фоне Этих Архитектур Монстров Москва Для меня Как такое Место Куда я возвращаюсь Из любой точки Страны Дом родной Практически Она для меня Даже маленькая Стала Когда я приехал Она была огромная А сейчас Поскольку я езжу На машине Езжу каждый день По 8 разных точек Поэтому Москва Для меня Она стала небольшой Пробки Для меня Это как бы Ну Просто страшный урок Потому что Когда ты едешь Одно дело Там К себе домой Уставший Там Можно где-то Остановиться Покушать Переждать пробку А другое дело Когда тебя ждут люди Там правительство Сидит в зале И говорит Что если вы не приедете То вам хана Бывало ли так Что я бросал машину Причем бросал ее Просто в наглую На аварики Бросал на аварики Спускался в метро Перед этим То есть Такое Соорудив себе Маску узора Такой Шарфа Капюшона Надев сумку Сверху Любимые места В Москве У меня Масса любимых мест Вообще То есть Место где я жил Изначально Мне очень нравится Потому что оно полно Воспоминаний Каких-то там Ассоциаций Приятных Каких-то улыбок Моих Вот это Медведково Это платформа Лось Я называл Лос-Анджелес Лось-Вегас Это Академия наук На Ленинском Здесь Помимо того Что здесь Замечательный Концертный зал Где мы часто Работаем Также На последнем Этаже Вот в этом Кубе Золотом Медном Есть замечательный Ресторан С обзорной площадкой Где можно увидеть Всю Москву Пойти по кругу Посмотреть и область И центр И все края Далее мне на концерт Потом Наверное Все-таки Кропоткинское Центр Вот эти все Улочки Дворики Дворики Арбата Вообще Арбат В принципе У меня Изначально Арбат Была улица На которой Я выбирался Гулять Будучи Еще только-только Свежеприехавшим Петербуржцем Я все время говорил Сначала По старому Арбату Проходил круг Выходил на новый И шел по новому Еще когда Толком ничего не было То есть Неких октябрей Там никаких Такого количества Казино не было Такого количества Там Ресторанов И так далее Просто был Слово Арбат Которое манило Тянуло Человека Приехавшего Ну я не могу сказать Что я из глубинки Из северной столицы Да Меня тянул Арбат Кризис Кризис Это двигатель прогресса Любой Финансовый Творческий Кризис Душевный Он нам дан Для того Чтобы вырасти Перейти на новый уровень На новую ступень Творческий кризис Происходит у меня Регулярно Я постоянно Опираюсь В то что Я не знаю Откуда черпать Не знаю Что сказать Уже слова Одни и те же Музыка Одна и та Огни Гаснут В спящем городе И остыв На холоде В тишине Ночной Говорят Со мной О тебе Как только ты Перебарываешь Эту историю Находишь Источник вдохновения Ты втрое Себя как бы Вознабраждаешь Так же точно Финансовый Кризис Он дает возможность Выжить сильнейшим Отсеять некий спам Людей которые Возможно Исправились Или Возможно На своем месте Находятся Они поднимают Производство Вот эти кризиси На новый уровень Понятно что Как бы Много людей Пострадало Очень Несправедливо О тебе Все секреты О тебе Одной О тебе Шепчет лето За моей Спиной Для меня Кризис Во-первых Это некое Свободное время Появившееся Для занятий С семьей Здоровьем Творчеством И так далее Возможно Я где-то Благодарен Кризис Что он Игра сейчас По крайней мере Я себя не загнал Совсем В тупик Физически И морально Редактор субтитров